Друзья, всем-всем добрый день! Вернулась я с отпуска, нагулялась, наотдыхалась. Всё, рабочая одежда, косыночка, штаны рабочие, куртка. И идём вырывать морковь. Отдохнула очень хорошо. Дети меня возили везде. И по музеям, и по выставкам. Ну, в общем, отдыхать не работать. Спасибо большое моим детям, внукам, за заботу, за внимание. Конечно, отдохнула я просто супер. Ну, отдыхать надо. Но хорошее когда-то всегда заканчивается. Поэтому дом, свой дом, ждёт работа. Ну, сейчас посмотрим там. В общем, идём вырывать морковь. У меня Валера уже там начала её вырывать. Я пойду ему помогать. Были холодные ночи, пока меня не было. Но у меня тут Валера молодец. На ночь накрывал спонбондом, а на день открывал. Ну, ничего, питуньки мои все целые, все хорошенькие стоят, бодренькие. Хоть и болел он у меня тут, пока меня не было. Но вот молодец, всё равно ухаживал за моими цветочками. Мы здесь с ним перед отъездом. Всё-всё, в один рядочек, видите. И на ночь он у меня накрывал. Ну, тут поливал, не поливал. Ну, вроде бы как и сыра. Ну, вот видите, какие-то бодренькие стоят, какие-то вот не выдержали холода. Лобели вот прекрасно себя чувствуют, оказывается. Хоть бы что ей. Питуньки. Георгенчики тоже все цветут. Розы. Ну, работы много, нужно всё пообрезать, где что отцвело. Ну, в общем, работы, засучивая рукава и вперёд. Сейчас вот беру спонбонд. Будем выкладывать морковь, которую Валера там у меня уже вырывает, на спонбонд. Вот, чуть-чуть протряхнет, и потом уже будем в погреб спускать, обрезать ей в погреб. Розы прям цветут. Такое второе буйное цветение у них. А вот, посмотрите, это крымские розы у меня, букетные. Видите, какая красота. Здесь вот нужно всё пообрезать, которые отцвели. Видите, все соцветия. Хотя обрезать уже не рекомендуют в это время, потому что они начинают пускать новые отростки, а они уже новые бутоны, то есть они уже не успевают вызреть и выцвести. Поэтому, может быть, просто вот так вот уберу, и всё. И всё. Видите? И вот моя красотулечка гортензия. Ой, а этот-то что? Этот отломился, видите? Надо убрать. Вот такая красота у меня сейчас в саду. Украшение сада гортензия моя расцвела, порозовела. Прям красотища. Обожаю гортензию вообще, не знаю, очень люблю. С первым зацвёл. Здесь много ещё бутончиков у меня, видите, они ещё будут цвести. Жара закончилась. Очень комфортно сейчас для цветов. Не мучаются в жаре, как мучились они в августе. Август, конечно, у нас был очень жаркий. Ну, вот так всё. Да, хризантемки цветут, мультифлора. Прям во всей своей красе. Валера у меня уже нарвал целую телегу. Морковь хорошая. Сейчас покажу. Вот буду выкладывать сюда на спонбонд. Покажу вам, какая. Вот сейчас выкопаем. Она на солнышке у нас вся протряхнет. Мы её обрежем, чтобы она у нас не гнила в песке. Правильно обрежем. И всё, и в песочек сухой, пересыпем сухим песочком в погребе. Вырвали мы с Валерой всю морковочку. Вот столько у нас получилось. Сейчас будем обрезать. Осталась у нас только капустка. Капустка вот такая вот у меня. Нижние листья можно пообревать. Они уже не нужны. Они уже не работают. Тоже курочкам всё срываю. А здесь я оставила петуньи, которые буду черенковать. Я их обрезала по половинке. Вот эти вот новые побеги. Вот эти вот новенькие. Такие нежные, мягенькие. Их вот буду черенковать. Вот они, видите, пустили. Новые отросточки. Вот такая красота. Сидираты повсходили. Прям уже хорошо. Ну, Валера тут проливает с периодичностью. Вот. И трава, и цветы. В общем, всё у меня тут вместе. Пока хозяйки не было, гуляла по Питеру. Тут у меня бардак, короче, в цветах. Ну, ничего. Всё, наведём везде порядок. Потихоньку. Отнесу курочкам листочки. А гладиолусы какие красивые расцвели. На те. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. так и не дружит петух с этим селезнем вот он так и бегает за ним сейчас вот обязательно схватит за хвост или за крыло хвоста у него уже нету ты ему уже весь хвост выдрал по картошке тоже уже сходят сидираты здесь валера вон рвет косят и курочкам отдает верхушки о какая большая тут у меня редька я за редьку сажала не знаю будет что-то или не будет но так в принципе прям хорошая стоит редька ну тут вообще можно сказать что ничего нету пока может вырасти то может и нет ну ботва прям хорошая валер пойдем наверно еще мы с тобой вырвем свеклу заодно красную красную свеклу еще вырвем заодно свекла неважная такая вот видите ну ладно хватит и такой неправильное место посадила неправильное место выбрала немножко протряхла сейчас будем обрезать солнечный круг у меня получился чтобы не гнила морковь я обычно вот так обрезаю обязательно убираю вот эту вот точку роста вот это вот прям полностью срезаю так и обязательно срезаю хвостик хвостик начинает гнить быстрее всего все 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 обрезала сейчас немножко концы которые обрезала обсохнут чуть-чуть и потом уже песочком будем пересыпать но свеклы у меня совсем немножко да мне хватит но и особо-то не едим так маленько винегретики в борщичек борщичок добавляю в общем не уродилась не уродился у меня бурячок красный ладно как есть так и есть магазине все продается купим ну вот такой урожай морковки мне получился сейчас начнем ведрами перей носите я посчитаю сколько у меня ведер получилось собрали мы всю морковь так у нас получилось 6 ведер хороший и одно ведро кормовая и не полное ведро свеколки там немножко еще в чашке тоже морковочка всего можно но она не полная валер все можно спускать в погреб и засыпать сухим песком морковь я сажала без сердцевины специально прям говорила мне морковь без сердцевины разная такая выросла видите и крупная мелкая это ведро меленькой я буду тереть уточкам курочкам цыпляткам это все засыпем сейчас песочком ну вот я засыпала морковь и свой урожай прям вот сухим сухим таким песочком речным у нас там целая куча его мы брали машину на стройку остался там здесь сюда не поместилась у меня вся морковь поэтому пришлось еще здесь вот баки такие засыпать и раньше пивные баки можно было запросто взять свеклу тоже засыпала вот так я храню морковь самое главное вот отрезать точку роста прям хорошо видите как я уже говорила и кончик и лежит уже новая выросла в огороде а у меня все еще здесь лежит бывает и по ведру остается и по два ведра тогда уж курочкам по весне начинаем и зимой тоже я им тру засыплю тут расковыряла ее самое главное в общем вот сухой песок обрезать точку роста и обрезать вот и кончик и точку роста и все и будет вам счастье вот вам морковь как свежая сочная до самой весны до нового урожая сохранится всегда так храню ни разу не пожалела не опилками раньше засыпала пилки они забирают всю влагу с морковки а песок вот сухой и вот так обрезать и обрезать обрезание делать в общем вы меня поняли вообще супер способ здесь у меня где-то я солила а вот солила помидоры с горчицей сейчас баночку хочу взять под пластмассовую крышку они получаются как газированные вот эти хреновинки я наделала хреновушки сейчас попробую открыть попробовать вот эти помидорки уж коль залезла в погреб надо что-нибудь попробовать то что приготовили верху горчица это я вот видите положила горчицу чтобы не плесневело сверху и увидите как булькает может даже они еще не готовы в общем я щас один попробую если что опять спущу в погреб вкуснотища вкус детства я помню мы в детстве раньше солили бочками такая вкуснота но они вкусные пока вот такие вот малосольные какие ядреные какая вкуснотища не это просто нереальная вкуснота это деревенский деревенский вкус помидор из детства ой очень вкусно я мою из-за того что горчица здесь видите у меня так я может быть и не мыла бы ой какая вкуснота прям газированные горчичку то не зря положила ядрененькие так и получились ух закусончик прям вот такой отменный красота точный какой рецептик надо еще сделать пусть там нас пеют у меня таких вот но это вот я солила эти любаша ультра скороспелые они мягкие сочные и сливки тоже они потуже вот который помягче вы посочнее они вкуснее все таки надо помягче посочнее солить все на этом я заканчиваю свое видео всем до свидания всем пока 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 пока